Новогодние праздники В данном случае самое актуальное будет, а Татьяна мне поможет, Татьяна, здравствуйте, вы мастер. Мы все-таки следующий Новый год, 2018, по китайскому календарю у нас год собаки, да, и мы будем делать собаку. Это будет эксклюзив. Я разрабатываю сейчас коллекцию собак в солнечных очках, чтобы показать, каким солнечным и благоприятным будет следующий год и зазвать удачу. То есть это будут такие медальончики. Вот в данном случае будем делать мопса. Для этого нам нужен вот эскиз с размерами. Вот. Мы вот это вот все вырезаем. И потом разрезаем на мелкие детали. А тут важно вырезать хорошо, да? В принципе, лучше вырезать хорошо, чем потом где-то что-то не совпадет. Вы сняли с языка слова моего раввина. Дальше мы наклеиваем на стекло детальки. Такие ушки у нас будут темные. Здесь у нас носик. Теперь берем стеклорез. Берем специальное масло. Оно помогает при резе распирать стекло, но легче лопается и ломается. Берем. Ставим ролик. А как называется вот это? Это стеклорез. С победитовым роликом. Ну, сейчас вот современные технологии придумали победитовый ролик. Раньше алмазом резали, но роликом режется легче. Чем алмазом? Да. Хотя казалось бы. Казалось бы. Есть специальные такие ломочки. И. Вот так вот мы отрезали кусочек. Дальше мы начинаем разрезать. Если кто-то придет и скажет, где кусок, мы скажем, так и было. Нужно придавить. И чтобы такой вот звук был. Такой вот царапающий. Вот. Тогда рез есть. Вот. Можем попробовать вот здесь подрезать ровно. Давайте попробуем. Подберете так и немножечко придавиваете. Так, чтобы прям совсем вдавить его в стол. Ну, похоже, что так было. Скорее всего, оно поломалось. Так, Татьяна, соответственно, мы сейчас переходим к следующему этапу процесса. Как он называется? Что будем делать? Обточка стекла. Обточка стекла. Давайте покажите нам, как обтачивается стекла. Вот мы порезали детальки. У нас есть точильный станок. Здесь идет такая абразивная поверхность. И к ней подается вода. Угу. Вот. Для того, чтобы не было пыли от стекла, чтобы оно легче точилось. И вот эти вот острые края превращались в матовые, неострые. Дальше мы будем обматывать фольгой медной, чтобы она хорошо держалась. Нам нужно вот это вот все дело обточить. Хорошо, давайте. Делаем. Так, Татьяна, ну у хорошей собаки есть глаза. И у нашей тоже. Не исключением. Из чего мы будем делать глаза? Глаза будут зеркальные. Глаза будут зеркальные. Хорошо. У нас будут зеркальные очки и зеркальные глаза. Глаза мы делаем по тому же принципу. Вырезаем. Да. Из зеркала. Вырезаем, вытачиваем. Сначала приклеиваем шаблончик. Обрезаем. Так же самое. Как называется этот предмет? Вот этот? Да. Ломочки. 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 Установили кусочек и дорезали остальные детальки. Для того, чтобы не повредить эмальгамы, мы поточим на весу. Татьяна, собственно, мы переходим к следующему этапу процесса. Давайте, что мы будем делать? Обмотка медной лентой. Или фольгой ее еще называют. Мы поточили все детальки. Теперь мы можем обмотать их медной лентой. Для того, чтобы стекло могло между собой спаяться. Это получается, когда мы паяем, он образный профиль. Она заливается в шовчик и она достаточно плотно потом держится. Вот у нас есть такая медная лента. Здесь есть клейкая поверхность. И вот эти вот торцы мы обтачивали для того, чтобы она прилегала плотненько. Вот так вот, таким образом. Заводим немножечко больше и отрываем лишнее. Итак, что мы делаем? Мы смазываем флюсом швы. Берем паяльник и аккуратненько начинаем плавить припой. Вот видите, олово, оно течет и само разгоняется по шву, как вода. Когда оно начинает липнуть, тогда лучше добавить флюса. И оно опять начинает течь. Вот, предлагаю вам тоже мне помочь. Нормально, нормально. Будете паять? Не хотите? Ой, знаете, на что напоминает? Терминатор 2. Почти у всех такие ассоциации плавятся. Я понимаю, как пришла такая идея. Добавим флюса. Около часа времени нам понадобилось для того, чтобы сделать вот этот вот приятный, красивый символ следующего, 2018-го нового года. И, собственно, большое вам спасибо, что запустили нас в вашу мастерскую. Показали нам, вместе с нами это делали. Нам немножко приложить сюда руку. Огромное спасибо. Вот, собственно, я вас это вызову. Большое спасибо. Собака вам принесет удачу. Огромное вам спасибо. И мы действительно верим, что эта собака удачу нам принесет, как и зрителям телеканала «Репортер». Огромное вам спасибо. Спасибо.